Дорогие друзья, для меня большая честь представить вашему вниманию здесь и сейчас автора, потрясающую и уникальную личность, любимицу публику, маму. Дорогие друзья, встречайте без комментариев автора работы, какие наши роды, Туда Ларсон. Ваши аплодисменты. Я прошу вас, возьмите этот микрофон, оставляю вас наедине с вашей публикой. Удачи. Спасибо большое, здравствуйте. Спасибо, что вы пришли на эту встречу. Когда говорят автор книги Туда Ларсон, я сразу хочу поправиться здесь, потому что, несмотря на то, что крупными буквами на обложке написано мое имя, эта книга, конечно, принадлежит творчеству целой команды людей, и было бы несправедливо говорить о том, что это моя личная книга. Конечно, хорошо, когда на обложке медийное лицо, и когда узнаваемое имя, ну, безусловно, я не писатель, я журналист, и когда мне несколько раз предлагали написать книгу о том, о своем, о своем каком-нибудь жизненном опыте, об истории моего журналистского пути, о детях или о чем-то еще, я всегда говорила, я очень люблю читать, я слишком хороший читатель, чтобы писать плохие книжки. Я не писатель, я не училась этому. Но, тем не менее, судьба иногда насмехается над нами, иногда в плохом смысле, иногда в хорошем, иронизирует. И, в общем, здесь я сегодня стою и представляю свою книжку, выпущенную из Алисты Маэстэ. Эта книжка основана на серии наших программ о родительстве, о материнстве и детстве, и, собственно, является такой, в своем роде, родительской энциклопедией по самым важным вопросам беременности родов и первого года жизни малыша. Мы намеренно не стали очень распыляться, потому что, я думаю, вы все знаете, что каждый месяц жизни малыша – это отдельная книга, можно этому посвятить, даже, может быть, одному дню малыша, можно посвятить целый толстый дом. Поэтому мы решили быть достаточно конкретными, достаточно прикладными, чтобы любой родитель, мама или папа, взяв эту книгу в руки, мог получить конкретные ответы на конкретные вопросы. Плюс я еще здесь делилась каким-то своим родительским опытом. Предыстория такова, что у меня трое детей, старшему 12, младшему 2, еще у меня есть дочка Марфа, ей 7, и каждый новый ребенок открывал для меня совершенно по-новому весь мир, мое материнство и саму меня. И в какой-то момент я поняла, что у меня накоплен немалый опыт, а в силу моей журналистской деятельности я очень часто общаюсь с замечательными экспертами в области родительства и детства, педагогами, врачами, психологами, чье мнение мне хотелось бы донести до многих других родителей, потому что чем больше я вращалась в разных материнских сообществах, есть масса пабликов в Фейсбуке, в других социальных сетях паблики, это сообщества людей, которые объединяются по разным признакам. Вот есть материнские сообщества, и там иногда мамы задают такие вопросы или рассказывают такие истории, что волосы дымом шевелятся от того, насколько мы бываем невежественны в таких важных вопросах, как беременность, роды и воспитание наших собственных детей. Иногда сами так называемые специалисты из этой области становятся источниками жутчайшей дезинформации. В общем, в этой теме очень много всяких мифов, страхов и неправды. И, конечно, мне, как маме, очень пройдя тоже какой-то опыт и неприятный, и, может быть, даже где-то трагичный со своими детьми, мне хотелось предостеречь от этого других родителей и помочь им быть счастливыми со своими детьми. Конечно, появление ребенка – это все равно колоссальный катарсис для любого человека, будь то папа или мама. Это меняет жизнь целиком и полностью, но всегда меняет ее к лучшему. Но чтобы это понять, чтобы к этому как-то правильно отнести, чтобы научиться жить со своим ребенком в своем новом родительском качестве, нужно все-таки обладать некой полнотой информации. И эта информация должна быть максимально корректной и максимально полезной. Поэтому мы создали телеканал для родителей в интернете, в YouTube, который называется Тутто ТВ. И такой флагманской главной программой нашего канала как раз была программа и есть программа под названием «Какие наши роды?», где мы рассказывали о беременности, родах и первом году жизни малыша. Этому каналу два года, и вот сейчас уже вышла книга по следам наших программ. Программа всегда строится в определенном формате. Мы никогда не даем единое мнение по какому бы то ни было вопросу. Любой вопрос, который волнует маму, я не знаю, нужно ли пить витамины во время беременности, или папу, что брать с собой в роддом. Обычно папа эту тему очень... Ну, они... Или же там, как собирать наследство для младенца. Для папы это вопрос важный, потому что он будет этим заниматься, пока мама в роддоме. Или, например, уже когда ребенок появился, если у ребенка... Если у младенца сопли, надо ли их лечить? Казалось бы, ну, это какой-то такой вопрос, в общем, который родители могут для себя решить. Но если у вас на руках врожденный ребенок, особенно если это первый ребенок, и вдруг у него начались сопли, и вы не знаете, что с ним делать, потому что это космос, и вам за него ужасно страшно, и еще у вас бушуют гормоны, и вся ваша жизнь целиком полностью перевернулась, у него сопли текут, он хрюкает и хлюпает, кажется, что что-то страшное происходит. И тогда мы идем к эксперту, и один эксперт в нашей программе про детский насморк говорит, детские сопли обязательно надо лечить, потому что они могут быть вызваны вирусами. Это иммунный ответ организма, и, конечно же, такой маленький ребенок, его иммунитет не развит и не может справиться с инфекцией. Сопли могут опуститься вниз и вызвать воспаление легких. Сопли могут подняться вверх и случится гайморит. Сопли надо лечить. Мы идем ко второму эксперту, и все наши эксперты – это очень компетентные люди, это люди с учеными степенями, с зазваниями, с медицинским немалым опытом. И второй эксперт говорит, если у младенца сопли, тому может быть масса причин. Несовершенная слизистая, сухость воздуха, лезут зубы. Сейчас я тебя представлю. Здрасте. И даже если это инфекция, это возможно формирование именно того самого необходимого местного иммунитета, который у ребенка должен выработаться обязательно самостоятельно. А если вы туда полезете со своими лекарствами, вы нарушите все эти процессы и можете наоборот ситуацию усугубить. Сопли у ребенка лечить не надо, если нет температуры, он нормально ест и спит. Дальше я могу сказать, я вот своим детям сопли не лечила, хотя мне было страшно. То есть каждая наша глава строится приблизительно таким образом. Вы получаете два мнения вполне компетентных, уважаемых специалистов и какой-то мой личный опыт, который вообще можно не принимать всерьез, но поскольку уж я являюсь все-таки лицом этой книжки и у меня трое детей, то опыт какой-никакой, но есть. И родители дальше сами решают, по какому пути им идти, как им воспитывать и лечить своих детей. Мы очень хотели, чтобы мы не были такой истинной в последней инстанции, потому что, конечно, у родителей часто есть соблазн свалить ответственность за своего ребенка на врачей, на педагогов, на психологов. Вот я вам деточку привела, сделайте ТО, отремонтируйте, все в порядке, верните новенькую, как было. Но нам хочется, чтобы современные родители были ответственными, компетентными, внимательными и принимали решения самостоятельно, основываясь на той информации, которую им дают проверенные эксперты. Идея выпустить книжку появилась... Это было предложение от издательства, на самом деле, потому что мне, повторюсь, было довольно страшно выходить на уровень именно печатного, на печатный формат, на уровень языка, поскольку наши передачи, они достаточно такие, строятся на легком... Ну, как бы, я легкомысленно разговариваю, да, там... Это не научная информация, и, в общем-то, это было... Надо было очень сильно всю литературно адаптировать. И мне казалось, что мы не... не сможем такую ответственность на себя взять. И... Но, с другой стороны, нам очень хотелось, чтобы у наших родителей, у наших зрителей был доступ к этой полезной информации и оффлайн тоже, потому что люди не всегда оказываются у экрана телевизоров, у них не всегда есть нормальный интернет, чтобы посмотреть передачу, а книжку снял с полки, и пожалуйста. Но мне очень повезло, потому что создавали Тутто ТВ, мы вместе с прекрасным моим соавтором, редактором, главным креативным движком Тутто ТВ и человеком, который действительно написал эту книгу Оксаной Сербиновой. Оксана, мама двоих детей. Мы заражали с ней младше детей практически одновременно. И точно... И в это же время мы родили наш канал Тутто ТВ. Это было совершенно все не случайно. И вот уже нашим мальчикам по два года. И каналу два года, и эта книжка, это... ну, такой... промежуточный, что ли, результат нашего труда. Я очень надеюсь, что она будет полезной, интересной, и что в ней нет ничего лишнего, никакой воды, только та информация, которая действительно будет помогать родителям радостно и полноценно общаться со своими младенцами. Ну, ты добавишь, наверное, пару слов от себя? Ну, могу сказать что-нибудь. Я хотела сказать только одно. Мы этой книгой хотели показать, что родительство, это не... куда-то туда, отдать ребёночка, да? Кому-то, да. Чтобы там что-то сделали ему хорошо. Решение с утра до вечера. С утра до вечера ты принимаешь эти мелкие решения, иногда интуитивно даже не задумываясь, иногда ты останавливаешься, думаешь минуту, иногда ты думаешь час, иногда ты три дня думаешь. Но думаешь, и ответственность эту принимаешь ты. Ни один доктор по-настоящему твоего ребёнка не знает. Хотя мы считаем, что такие книги надо, конечно, писать в содружестве с лучшими докторами и так далее, да? Что мы и сделали. Вот. Но ни один доктор всё равно по-настоящему не знает вашу историю. И только у тебя в голове могут быть какие-то очень важные интуитивные вещи, которые ты должен как раз доктору рассказать, когда описываешь историю своего ребёнка, да? Ну, в общем, мы хотели создать такой симпиоз, такую площадку, на которой бы с одной стороны родители, с другой стороны специалисты в области родительства сошлись бы вместе и получился какой-то такой совместный труд по взращиванию этих прекрасных наших цветов жизни. Если вы заметили, мы с Оксаной всё время упоминаем, употребляем термин родительство, не материнство и детство, потому что в нашей книге очень много внимания уделено роли папы в жизни ребёнка с момента зачатия. И мы очень счастливы, что наша зрительская аудитория Тутто ТВ состоит на 35% из мужчин в возрасте 25-34. Мы очень гордимся нашими папами. Давайте мы там поаплодируем, поаплодируем, потому что есть причина, знаете, какая? Что-то есть какое-то особое харизматическое там, потому что если парни смотрят, я думаю, что их не заставляют, они это делают сами, потому что, наверное, у них есть социальная ответственность, с родительской общиной. Ну, потому что просто папы перестали оттопыриваться и говорить, я буду общаться со своим ребёнком, когда его можно будет за пивом послать или там в футбол с ним поиграть. Папы стали участвовать в жизни своих детей. Повторюсь, момента зачатия, это очень здорово, потому что, конечно же, семья, полноценное родительство, это мама, папа и ребёнок, а лучше не один даже ребёнок. Вот. Вопрос номер один, извините, он очень важный. Это действительно работа. Это действительно работа с хорошим подходом. Почему? Потому что я знаю, что каждый из вас внутри имеет честь отвечать за свою фамилию, за своё имя, за свою репутацию перед будущими поколениями. Я знаю вас, я знаю, кто вы, и я знаю, что вы не те, которые вы просто ляп, а дальше будет, как будет. Извините за немножечко простую речь. А теперь вам вопрос. Это важно, это как некий критерий. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что есть и сыновья, ведь, да? Я сразу от всех мужчин несколько вам кланяю, и знаете почему? Потому что я тоже сын. И я знаю, что такое мама. И мамы бывают разные, правда? И вы тоже это знаете. Бывают мамы, не мамы, бывают мамы, бывают мамы, не воспитатели, и так далее. Один маленький нюанс. Скажите, пожалуйста, сейчас у вас есть время подумать немножко. Могу ли я как сын ваш сын, я просто от имени ваших сыновей говорю, когда я стану, да го, очень взрослым, уважаемым, любимым, нажившим, жить, выживать, добра наживать, это не значит много чего, а когда приезжает кто-то, спрашивает имя вашего, я его ищу, его провожают к нему, понимаете, да? к вашему сыну, потому что его уважают. Могу ли я, прекрасный мужчина в возрасте 70 лет, рекомендовать эту книжку своей внучке вашу, да, как руководство к действию? Как вы считаете, на этом уровне она уже создана или придется что-то дополнять? Нет, безусловно, я думаю, что когда вам исполнится 70, возможно, возможно, тех, нашим детям, когда исполнится 70, я думаю, медицина, педагогика и психология продвинутся настолько далеко вперед, что какие-то вещи, рассказанные в этой книге, могут устареть. И, может быть, тогда вообще сопли у младенца будут считаться просто обязательной нормой его развития, а если их нет, это будет тревожный симптом. Но, безусловно, эта книжка отличный подарок любой молодой женщине, которая собирается стать матерью. Плюс ко всему, я считаю, дорогие друзья, что в данном случае... Мужчине тоже, который хочет стать отцом. В наше время самые большие проблемы, мы сегодня не раз это упоминали, это безграмотность. И в данном случае я могу считать, эта книга это некий ликбез. Почему? Потому что ребенок, особенно маленький ребенок, это то самое время, когда нужно делать правильный вектор, потому что, как ты это направишь, так оно и пойдет на всю оставшуюся жизнь. И еще маленький нюанс. Я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу работу по одной нестой причине. Потому что я надеюсь, что ваши дети когда-нибудь, став зрелыми и взрослыми людьми, поймут, что на самом деле, в целом, независимо от этой аудитории и вообще в целом, аудитории, которая будет читать эту книгу, поймут, что мамы писали это, заботясь о них. Я считаю, что вот, наверное, самым большим движком верным это была как раз ваша настоящая любовь. Совершенная и бесконечная. Сразу опять-таки вспоминаю фильм Рэй, про Рэя Чарльза, о том, о жестокой любви. Как раз Елена Ханга об этом говорила, когда она, превозмогая внутреннюю боль, знает, что она поджжется, он был уже слеп, позволил ему научиться жить без нее. Спасибо вам огромное за это, огромное овации, гуля аплодисментов, это девочки большие умницы. А теперь давайте вопросы, потому что у нас есть ровно три минуты, если вопросы есть, я с удовольствием хотел бы увидеть руку. Пожалуйста. Здравствуйте. Вот такой вопрос. Вот эта книга, это как бы самое начало, получается, да, то есть роды, а дальше уже идет, он тоже достаточно важный процесс. Вот есть ли у вас какое-то продолжение, будет ли оно, будете ли вы в следующую книгу там? Конечно, обязательно, но здесь беременность рода и первый год жизни малыша, и это на самом деле огромный период, потому что за первый год с младенцем происходит ну просто тектонические и сдвиги в его развитии, и это целая жизнь за год. Но, да, мы планируем, во-первых, делать новые программы, да, потому что дальше все тоже очень интересно, и дальше есть этап трех лет, до трех лет, когда ребенок осваивает уже не только какие-то базовые навыки, там, как ходить, как есть, как сидеть, как переворачиваться, а навыки уже социальные, когда мы сознаем себя личностью, там, больше психологии, больше какого-то, может быть, уже такого педагогического, а не медицинского контента, поэтому, да, конечно, мы будем двигаться дальше. У нас уже сейчас есть довольно много на ТУТО ТВ программ про детей, которые старше года, если вы посмотрите, вам будет очень интересно, если у вас ребенок постарше. Я думаю, что мы книгу Бог даст, и если АСТ будет с нами по-прежнему, сделаем по этому, потому что, ну, конечно же, все дети уникальны, нет единого, все роды уникальны, вся, каждая семья уникальна, и, конечно, нет единого рецепта на все случаи жизни, но есть некие рэперные точки, есть некие, скажем так, грани какой-то шкалы от нуля до десяти, на которые вы можете найти свой вариант решения, поэтому мы с Оксаной все время говорим о том, что эта книжка написана родителями, как диалог с другими родителями, мы хотим, чтобы родители участвовали в процессе воспитания своих детей. Простите за невидение, это первая ваша книга, да? Да, это первая книга, я бы в жизни на нее никогда не решилась, если бы со мной рядом не была Оксана и остались члены в моей команде. У меня вот такой вопрос, о вашей маме и какие нам может быть советы давала республикать? Читала ли мама и отношения? Мама еще не читала, потому что книжка только вышла в продажу, у меня дома еще нет экземпляра моего авторства. То есть вы сегодня только что встретились с ней? Да, вот в руках я ее держу первый раз. Аплодисменты, поздравляем вас, это приятно. Вот, мама смотрела наши программы и у нас с мамой довольно интересные интересные дискуссии проходят, потому что безусловно, все те принципы родительства, которые пропагандирую я, они очень сильно отличаются от тех систем, по которым воспитывали нас. То есть мы кормим детей по требованию, а не по часам. Наши дети спят с нами и мы носим их на ручках, а они откладывали нас отдельно и катали в колясках. Мы рассматриваем индивидуальный график прививок и далеко не все вакцины пользуем, а там был просто поголовный прививон по государственным каким-то календарям. То есть все очень сильно меняется, но вот моя мама, например, она невероятно гибкий человек и она очень многие вещи принимает. И уже непонятно, кто у кого учится. Здесь маленький лез, прошу вас. Пару ситуаций с мамой вошли в книгу как раз про грудное вскармливание, насколько я помню, и еще что-то. Там описано все. Есть маленький нюанс, потрясающий. Это как раз мы сейчас об этом поговорим. Есть маленький... Знаете, какой момент? Мне почему-то кажется, что если вы взялись за это, вам придется еще очень-очень много теперь ответственности на себя брать. Знаете, почему? Будут требовать. Есть нюанс. У вас есть мальчики? И девочки есть. И девочки тоже есть. А вот теперь мне было бы интересно просто как мужчине, да? Есть некое подозрение, моя мама врач, да, я уже пожилой человек, есть некое подозрение, что женщины, матери, воспитывающие мальчиков, я замечаю это даже в районе у себя, они как-то чаще с мальчиками объединяются в группы, а девочки, воспитывающие девочек объединяются в группы девочки-девочки. И вот есть, наверное, такие группы, где есть, секундочку, ну, если смотри, какая ситуация, есть еще группы, где есть девочки и мальчики в семьях, и, например, моя мать сказала так, когда ко мне приходит мальчик на прием от ларингола, да, она говорит, я могу сделать так, и он будет тихо сидеть, все будет хорошо, когда приходит девочка, я могу не справиться. Вы универсальны в этом случае, понимаете, у вас есть и мальчики, и девочки. Как вы считаете, может ли вас вот этот сейчас вопрос провоцировать на то, чтобы начать заниматься еще изучением и мам, и коррелировать их по качеству их собственного развития, потому что каждая мама, ведь, как вы сказали, развивается с ребенком тоже? Кто знает? Ну, безусловно, я не вижу вообще, как мама, разнополых детей. Я честно скажу, что, ну, наверное, до школы, а может быть даже до подросткового возраста я не делаю особых гендерных различий в том, как я воспитываю своих детей. Я тоже. О, внимание, возраст учитывается обязательно, потому что до подросткового, потому что, ну, гендерные различия минимальны в принципе относительно, да, эмоционального состояния, характера. Ну, да, и каких-то навыков и социальных, и технических, и прочих. Но мамы, конечно же, должны учиться, и дети в этом смысле это не просто пластилин или какой-то белый лист бумаги, какая-то болванка, которая нам дается, чтобы мы из нее выточили что-то по своему умению и пониманию. Дети — это готовые личности. Они приходят в мир со своим набором характера, качеств, и они приходят к своим родителям как раз для того, чтобы родители их научились чему-то и стали взрослее, более зрелыми людьми. Поэтому, конечно, общение с ребенком для меня, по крайней мере, это такой очень обоюдный процесс, это обоюдное обучение друг друга самым разным вещам, которые можно объединить одним словом любовь. Потому что настоящая любовь, она действительно в том, чтобы хотеть своему близкому добра и при этом считаться с его собственным представлением о том, что для него хорошо. Особенно воспитывать детей, это очень трудно удержаться, потому что я знаю лучше, как для тебя надо. Но это неправда, даже если ребенок очень маленький, у него есть свои потребности, свои наглости, свои желания, и с этим надо считаться. Но это очень продвинутый уровень родительства. Мне почему-то кажется, что вы уже шагнули к этому уровню. Да, но этому невозможно научить. Вот так вот с бухты-барахты в какой-то книжке ты рискуешь просто быть как минимум непонятым, а как максимум улеченным в какой-то гордыне или чрезмерной самонадеянной. Есть маленький нюанс. Знаете, я спросите ради бога, скажу такую вещь. А если не вы, то кто? Причем тут гордость? Если вы действительно помогаете. Ну мы начнем с соплей, а дальше как гордо осталось. Да, 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 да. Еще вопросы есть, друзья? Пожалуйста. Да. Здравствуйте. Я бы спросил, как вам дается быть успешным человеком и делиться счастьем в себе и в себе. Какого у нас сочетания? Ну я отношусь к числу вечно компрессующих мам, которые считают себя недостаточно хорошими мамами, потому что недостаточно много времени проводят со своими детьми. Просто в какой-то момент ты так устаешь от того, что ты на эту тему все время напрягаешься, что ты начинаешь просто переключаешь свое внимание и начинаешь фокусировать его на хорошем. на том, что ты уже дала, а не на том, что ты могла бы дать, но не дала. И, конечно, вы знаете, количество детей очень сильно спасает. После третьего ребенка у тебя настолько оптимизируется все в твоей жизни, график, эмоции, мысли, силы, что ты перестаешь тратить их на какие-то пустопорожные вещи, да, то есть нет проблем, есть задачи. Если ты можешь эту задачу решить, ты ее решаешь. Если ты сейчас вынужден быть, вот я сейчас уехала сюда и оставила орущего Ваню с папой на самокате в парке, Ваня орал, не уезжай, мама, куда пася, но я не могу, мне надо было сегодня приехать сюда, чтобы встретиться с вами. Конечно, мое материнское сердце до сих пор трепещет, но, увы, сейчас он, получается, что он будет с папой. Я могу по этому поводу париться, портить себе настроение и не общаться с вами. А могу прийти сюда, рассказать о своей книжке и вечером прийти, обнять его, побыть с ним и как-то компенсировать эту ситуацию. Только так. Это все время ежедневное выставление приоритетов, ежедневное решение каждой конкретной ситуации каждого конкретного дня. Причем это абсолютно совершенная ответственность и опять немножко даже как будто бы чуть-чуть о жестокой любви. Есть маленький нюанс, если бы позвольте, я поделюсь, потому что у нас время еще позволяет немножечко. Однажды мне позвонил мой брат старший, он психотерапевт такой очень хороший, и он сказал, ты знаешь, почему наша мама уезжает иногда на очень долго далеко от нас? Я говорю, нет, потому что она очень мудрая женщина. Я говорю, почему? Он говорит, она приучает нас к тому времени, когда ее не будет. Так вот вы сейчас, оставив малыша с папой, научаете его быть самостоятельным с папой и быть счастливым. Плюс ко всему, вот у меня вопрос, скажите, пожалуйста, мне кажется, что вы вдвоем очень подходя друг другу по уровню, большие друг другу взаимопомощники. Правда? Не то слово, да. Есть такое дело, да. Особенно первый год был. Да, да, даже в вопросах там, ну, а как ты его кормишь? Да просто даже поболтать, когда уснули. Да, ой, а у тебя есть телефон хорошего какого-нибудь там, макаларинголога, что-то у нас там, ухо заболело? Сколько раз ты меня выручала, да? А ты меня? Да. Девочки, вы выручаете друг друга тем, что вы рядом уже. И плюс ко всему, обратите внимание, помните, я рассказывал про те же фишечки с колясками, да, мамы? Они вынуждены по территории общаться друг с другом, быть может, вот совершенно разных рангов и так далее. А вы нашлись. И мне кажется, вы тот самый... Каляской ни разу не гуляли, да? И вот тот самый заряд, которому обязательно... Друзья мои, скажите, пожалуйста, вы хотели бы еще какую-то работу посмотреть, потому что эта работа была бы еще вполне, возможно, интереснее и полезнее? Скажите мне просто правду, но не потому, что здесь сидят эти потрясающие люди, а потому, что действительно, хотели бы или нет? Понятно, а в ответ тишина. Я думаю, что достаточно. Все в трансах. Пока достаточно смотреть тут-то ТВ, мне будет приятно, если вы будете рекомендовать его своим знакомым, которые ожидают малыша или, может быть, у них есть в доме новорожденный или младенец. И нам бы хотелось иметь какую-то обратную связь. Вот это важно, да? Да, если вы прочете нашу книгу, было бы здорово, если бы вы делились своими впечатлениями в наших соцсетях или, может быть, на сайте издательства, на каких-то форумах. Нам важно понять, насколько мы попали в актуальной, что ли, в вашу потребность от такой информации. Насколько эта информация вам пригодилась. Тем более, у вас будет прекрасная возможность даже быть инкогнито. Понимаете, может быть, вы здесь немножечко испытываете некое стеснение. Это совершенно нормально. А там вы можете делиться, вы можете вопрошать, быть может, вы можете даже критиковать. Надеюсь, это будет конструктивная критика. Но маленький нюанс, поверьте, именно ваше мнение, именно ваш дополнительный заряд энергии, вот это, да, и может помочь девушкам, помочь вам, помочь нам. Девочки, а теперь внимание, я скажу одну нюанс вещь, которая действительно является очень важной. Есть великая фраза, великая мудрость, она звучит так, не хвались детьми своими, хвали внуков своих. Понимаете, почему? Потому что воспитание вашими детьми своих детей покажет на самом деле, как вы воспитали их. Я могу сказать одну единственную вещь. Вами, как внучками, и мы полное право гордиться вашим предкам. Игром оваций, буря аплодисментов, дорогие друзья, у нас потрясающая сегодня встреча. Я надеюсь, что это только начало и тот импульс, который мы сегодня получили. Во-первых, давайте сделаем еще один маленький момент. Сразу вспомнил одну песню, не буду ее цитировать, но женская дружба бывает. Вот видите, бывает, и еще какая полезная, какая конструктивная, какая полезная. Игром оваций, буря аплодисментов, дорогие друзья. Берите книги, читайте, сегодня у нас прекрасная возможность есть еще и получить эту книгу, которая станет особенной по факту персонализации, потому что она будет подписана специально для вас, даже в вашем имене, или кому-то, кому-то хотите подарить. Девушки, огромное спасибо.